а дорог давайте поговорим мистические реальные свидания валентина мельниковой привет привет а то кто закончили обсуждать вярду валентина мешковой перешли к валентине мельниковой мистические реальные свидания давайте поговорим про это я бы для начала сказала в двух словах что полет мысли во первых а во вторых тут идет борьба двух полушарий которая за и против борьба этих полушарий да 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 верно да а в мистики это как бы я бы назвала бы в двух словах это как сказать это любовь да была ли там любовь или влюбленность вот в чем вопрос а в реальности я бы ответила любовь-то сама любовь живет и ждет ее это вот так все это переплететь была ли любовь и влюбленность но она есть в душе но она это ждет вот эту она ждет любовь вот это переплетение всего вот мистики и реальности и пальба и полушарий двух вот за и против нужна ли тебе сама любовь или ты ждешь ее тут просто как бы валентине может надо самой ответить на этот вопрос конкретно она но мы и спросим а ответит да кстати я очень согласна вот с такой трактовкой потому что как то этот вот момент дальше не дальше нежной энергии того невидимого что просто чувствуется он не делал никаких шагов ко мне навстречу ну так мне кажется что это самое ценное это как раз самое ценное верно да и самое ценное что если ты сама любишь уже ты как бы совсем ну мир по другому для тебя звучит ты его воспринимаешь совсем по другому то есть здесь будто бы это не отношением потому что написано я словно не верила что между нами уже есть жизнь как будто бы это мне кажется это и есть самая тонкая как бы экстракт жизни сам самая суть жизни вот эта вот нежная энергия в отношениях я это имею ввиду что это вообще если оно есть так это ценнее ценно славно марианика сказал славно суть в том что любить и быть влюбленным это немножко разные вещи и вот в данном случае как бы мистика не помогает ну вот тут очень хорошо хорошо сказано видимо как бы ключ ответ на все вопросы ведемся мы под другого но в данном случае под мы имеется ввиду мнение автора вот чем дело не так вдруг посмотрел и мы не можем вести себя так как сами тон хотим задать то есть не задаем тон сами поддаемся тону который дали нам вот в этом в этом вся суть переживаний как я поняла всех вот этих вот переживаний переживаний по поводу того что не ты задал тон ну вероятно да вероятно это желание властвовать и не любить а властвовать этот человеку наверно а